В этом видео я хотел бы рассказать о том, как иногда я делаю постановочные фото для своих картин. Такой метод поиска сюжета для живописи имеет целый ряд своих преимуществ, в отличие от картинок из интернета. Потому что во время постановки ты начинаешь лучше понимать природу того, что ты пишешь. Я использую для этого самые простые подручные материалы, которые каждый может найти в своем доме. Итак, мы начинаем. Во-первых, нам нужна будет какая-то основа, на которой будет стоять натюрморт. Для этого подойдет небольшая тумба. Основой может быть также стол или стул, но очень важно, чтобы на него падал боковой верхний свет от окна. В будущем это придаст объем всей композиции, потому что часть букета, которая будет находиться ближе к окну, будет ярче, а та, которая дальше, будет находиться в тени. Теперь нам будет нужен телевизор, который мы завесим тканью или шторой, чтобы сделать фон. Мне кажется, что это лучшее, что можно сделать с телевизором на сегодняшний день в наше время. Дальше мы усложним немного поверхность, положив какую-нибудь кружевную ткань или салфетку. Но можно этого и не делать, особенно если поверхность стола покрыта лаком, и в ней красиво будут видны отражения цветов. Как выбрать фон? Хорошо подобранный фон – это залог успеха. На нем не должен теряться букет как контрастно, так и по оттенкам. Например, когда мы делаем композицию из светлых пионов, то выбираем более темный фон или задник, на котором хорошо читался бы букет, чтобы не получился вот такой бесполезный результат. В своих работах я часто выбираю именно темный фон. На нем цветы получаются более выразительными, объемными и светящимися. Но сегодня я попробую поэкспериментировать с более светлым фоном, и мы будем работать больше с тенью. Это значит, что где нужно, мы при помощи замятий и заворотов ткани либо отбросим тень, или же оставим ее светлой, как есть. Другими словами, где бутоны будут более освещены, мы притемним фон, а где будут находиться в тени, наоборот, постараемся оставить фон светлым. Вообще, наша задача состоит в том, чтобы подготовить место, где будут какое-то время, образно говоря, жить цветы в кувшине и смотреться эстетично. Чтобы немного усилить рельеф ткани, я сделаю небольшие замятия и зафиксирую их сверху обыкновенными бельевыми прищепками. Дальше в углублении мы ставим кувшин, погружаем его в теневую область не слишком, потому что мы хотим видеть еще блик от бокового света на его поверхности. Уже сейчас видно, как хорошо смотрится белый кувшин на темном. Если на кувшине есть ручка, мы тоже не будем поворачивать кувшин таким боком, чтобы она была полностью в тени. Немного провернув его, добьемся того, чтобы она на претененном участке ткани слегка подсвечивалась боковым светом и выделялась. С правой стороны мы видим, как появилась уже округлая тень, которая тоже будет интересно смотреться на картине. Сегодня утром я срезал свежие розовые пионы. Комната буквально наполнена ароматом цветов. И осталось подогнать их длину под размер кувшина. В отличие от купленных цветов, некоторые бутоны раскрыты, некоторые полураскрыты или только приготовились цвести. Благодаря этому фотография, а впоследствии картина, при этом приобретает некий подсознательный смысл. Вы показываете пробуждение, готовность отдельного цветочка показать себя во всей красе в будущем. И смотря на такую картину, можно бесконечно воображать, как эти бутоны будут распускаться и хорошить. Только уже на холсте. Еще несколько слов хочется сказать про свет. Лучше всего сделать такую фотографию в пасмурную погоду. Тогда оттенки будут более реалистичными, а тени мягкими, без четких границ. Еще раз повторюсь, важно, чтобы свет падал на бутоны сбоку, тем самым придавая им объем. Если в окно прорываются только прямые лучи солнца, есть риск переборщить со светом. Чтобы этого избежать, нужно прибегнуть к простому лайфхаку. Возьмите светлую ткань, скатерть, простынь или непрозрачную клеенку. Приделайте этот чудо-материал прямо к своему окну каким-то образом, перед тем, как фотографировать цветы. И наслаждайтесь мягким, хорошим цветом. Итак, продолжаем компоновать изображение. Сначала делаем некую основу с листьев и веток, которая послужит одновременно для устойчивости, а также создаст темноту в букете, поверху которой мы будем вкладывать светло-розовые бутоны. Уже сейчас видно, насколько контрастно и хорошо падает свет на левый пион, благодаря тени, которая находится в глубине. Во время этого процесса следует избегать, чтобы букет разделялся воображаемой линией симметрии на две зеркально-противоположные части. Поэтому правый распустившийся пион я установил немного ниже по отношению к левому и направил его больше в нашу сторону. А левый направил больше к свету, в сторону окна. Также очень важно, чтобы в композиции была центральная или ключевая часть, в которой бы сразу бросалась в глаза. А все остальное должно дополнять, подчеркивать ее красоту. Эту роль у нас играет самый большой пион, который развернут к нам. И нам очень на руку то, что левая часть лепестков освещена, а правая находится в тени от центральных лепестков. Во время работы над картиной мы должны будем максимально показать влияние света на этом бутоне. Для большего объема сделаем так, чтобы какие-то пионы были бы направлены от нас или смотрелись бы боком. И еще добьемся того, чтобы те, которые находились в букете дальше, перекрывались ближними. А где-то перекрывались лепестками, где-то листьями. Все это помогает глазу смотреть многопланово и объемно. И у нас уже не будет эффекта плоского изображения. Возле кувшина можно положить небольшой цветочек и, прибегнув к такому небольшому насилию, придадим ему желаемый вид и не будем сдвигать его слишком в теневую область, чтобы показать немного влияние света и на него. После нескольких снимков пробуем дальше экспериментировать с букетом. Если цветы немного приподнять вверх, то он будет более раскидистый и объемный. При этом нераскрывшийся бутон удачно очень опустился вниз и от него появилась тень на кувшине. Из-за того, что букет теперь занял большее пространство, я скрою освещенные части ткани с левой стороны в тень и передвину пион к правой части кувшина внизу, чтобы не было чрезмерного нагромождения из-за опустившегося бутона. Набрасываем немного лепестков и снова делаем фото. Теперь мы сделаем еще несколько кадров и нам останется отобрать самые удачные, с которыми мы сможем работать независимо от времени суток и пары года. Во время письма маслом мы сможем на холсте где-то усилить или ослабить цвет, подкорректировать композицию и так далее. Но самое главное, во время постановки мы получили впечатление и вдохновение, находясь под которым можно написать красивую картину. На этом видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, оценивайте, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»